Из криминальной хроники. С начала нынешнего года в нашей области закрыто 102 наркопритона. Деятельность одной из последних точек, где бойко шла торговля опием, пресечена в Волгограде. Но самое циничное, что в организации притона подозревается женщина, которая является опекуном малолетнего внука, и все визиты наркоманов в квартиру и употребление зелия мальчик наблюдал своими глазами. С подробностями Виталий Кушелев. Эта квартира на проспекте Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда попала в поле зрения стражей порядка в середине октября. Ее сразу же взяли под наблюдение. Как выяснилось, ежедневно данный адрес посещали не менее 10 наркозависимых. С помощью проверочной закупки туда удалось попасть и оперативникам. Как только обмен деньги товара состоялся, хозяев квартиры задержали. Они приобретали кондитерский мак в различных точках, где продаются хлебопродукты. Сын изготавливал из этого мака наркотическое средство, ацетилированное опи. И которое сбывалось всем посетителям данного притона. То есть лицо, употребляющее наркотические средства, приходит на данный адрес, спокойно приобретает готовые наркотики и там же, находясь в этой квартире, его употребляет. Организаторой преступного бизнеса – женщина и ее 34-летний сын. Последний попытался взять всю вину на себя. Однако, полицейские выяснили, что именно пенсионерка приобретала в магазине пищевой мак, а также вела финансовые расчеты с наркозависимыми. Невольным свидетелем этой притонной жизни стал малолетний внук задержанной. Мать мальчика в настоящее время находится в тюрьме за кражу. В ходе расследования данного уголовного дела мы будем предпринимать все меры для того, чтобы лишить бабушку опекунства, а ребенка передать в органы опеки и попечительства администрации Краснооктябрьского района. В отношении задержанных уголовное дело возбуждено по двум статьям – сбыт наркотиков и организация наркопритона. Максимальное наказание, которое им грозит – до 7 лет тюрьмы.